Вы знаете, я с большим волнением вхожу в этот кабинет, потому что мы впервые входим сюда, после того, как Владимир Владимирович ушел отсюда. На календаре последний рабочий день, на рабочем столе последний номер, вышедший под его редактурой. Здесь еще чувствуется во всем его рука. Наготове очки и ручка, все, что помогало ему делать каждый материал, действительно качественным. Был уедливым, дотошным. Я считаю, что это качество настоящего профессионала. В газете, которая тогда еще называлась «Советской татарей», он с 78-го. За 44 года прошел с коллективом самые насыщенные, оттого самые сложные для газетчиков периоды. Август 91-го, октябрь 93-го – тысячелетие Казани, когда работу заканчивали в 4 утра, а в 8 начинали снова. Мне доводилось тоже какие-то свои материалы приносить. И я знаю этот острый взгляд. Это перо, нацеленное на то, чтобы изловить там мельчайшую ошибку. Бесконечно требовательный, сдержанный или наоборот задорный и веселый. В нем как будто уживались два человека. Он готов был обнять весь мир. И мы-то вспомните, с удовольствием прижимались к нему. Тепло было рядом с ним. И трудно, и тепло одновременно. Счастливый в семье с женой Татьяной, детьми и многочисленными внуками. О пенсии он и не думал. Работа – главное лекарство. Человек, который всю жизнь посвятил себя журналистике, жил ею, отдавал ей больше времени, чем семье и всему прочему. Я считаю, должен работать и творить до последних дней. Сейчас трудно представить, что вот неделя прошла, и жизнь кончилась. Он был честным по жизни, честным в профессии. Он был другом. Планку профессионализма, которую Владимир Владимирович очень высоко поднял, мы, конечно, ее не уроним. 31 января Владимиру Устиновскому исполнилось 70. Он ушел из жизни 19 марта. Сердце не выдержало перенесенной на днях операции. Журналиста похоронили сегодня на Царицынском кладбище. Лина Зинатульна, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова